Всем привет, всем доброе утро! Эксперимент с патчами мы продолжаем. Сегодня какой? Третий, наверное, день. Посмотрим неделю каждодневных патчей, посмотрим, какой будут результаты. Будет ли интересно. Всем скажи доброе утро! Да? Доброе утро? Кому доброе, кому скажи не очень. Начинаем выходные со стирки. Сейчас буду стирать, убирать со стола. Мы уже позавтракали. Так что всем хорошего дня! Соня, давай, давай, играй нам. Вот так вот, молодец! Соня в одеял, потому что очень холодно. Оп! По лбу только не... Так, мы там... Мы тут выехали немножко покататься, да, Соня? Димчик у нас спит на заднем сиденье? Мы, Сонька, тоже на заднем сиденье, да? Развлекаемся, чтобы Димка не проснулся. Да? Вот такие у нас выходные. Катаемся. Девочки, пожарила котлетки на ужин. Точнее, не на ужин, а на обед. Сейчас будем кушать. Вы спрашиваете, как я все успеваю? Ну, вот так вот с этой помощницей, конечно, она мне дает все делать. И гладить дает, да? И убирать, и кушать готовить. Да? Мы, скажи, сейчас котлеты вместе жарили. Вот так вот, да, Сонь? Помощница ты? Да? Вот такая вот у меня помощница. Все, мама успевает. Все, 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 да? Все на руках. Мальчики мои уехали, с Линкой оставили в машине. И теперь мне приходится ее таскать вот так вот на руках. На самом деле, с Димой у меня вообще таких проблем не было. Он у меня катался в коляске. София коляску не любит. Она любит маму на ручке. Возможно, сказывается то, что Дима был на смеси, а Соня у меня на груди. Поэтому она больше на груди и на ручках. Как интересно, да? Девочка. Вот что значит девочка. Вот у вас хорошо видно. Ну, как вам? Как дела? Гуляем. Последние теплые денечки. Дима сейчас стартует. Мучи, сынок. Давай. 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 Безумная скорость. Давай, сынок. А что это листики, Зайчик? Давай. Супер скорость. Мчи. Вообще просто, сынок. Супер гонки. Супер гонки. Летел. А еще надо погонять. Давай, покажи. Как молния Маквин. Самый быстрый из мужчин. Мужчин. Давай. Еще много взять. Да хватит, наверное, сынок. Двор наш заснимет. То ли еще я так. Да. Где рост твой папа? Покажи этот. Кого показать? Ну, такой вот слинг сделать, в принципе, удобно. Вот на теплую кофту Сонькину, ну, вполне, да, но я куртку не одеваю. Не застегиваю, да. То есть я куртку одеваю сверху, да, не застегиваю. Да, хороший упор в спину, дай, покажи. Я еще с одним еще рюкзаком. Да, 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 вот он. Фиксирует как бы хорошо. Жесткая достаточно пластина, фиксация и на поясницу. Я думаю, что можно и теплую куртку просто ослабить ремни и будет, в принципе, нормально. Ну, пока тепло, можно и так. Когда, да, маленький, можно лицом к себе поднимается вот эта серая воротника, получается его крепко. Но оно того стоит, потому что носить на руках, ну, реально сложно. А так руки свободны, ты еще можешь с одним ходишь, за другим смотришь. Второго ловишь. Да. А пойдем к угольной? Пойдем, Санат, на этой горке папа такой маленький катался, теперь ты давай. Пойдем, пойдем. Молодец. Одному три, другому 35. Разницы, по-моему, никакой. Вообще время, конечно, проведенное семьей, оно вообще бесценно. Самые такие приятные моменты, которые хочется запечатлеть не только в голове, но еще и на видео, чтобы потом со временем пересматривать. Конечно, благодаря, наверное, этому я и завела свой канал, чтобы смотреть не только на мотивацию какую-то, или там как-то мотивировать, готовить, но и смотреть через какое-то время на свою семью. Поэтому хотелось бы, конечно, наверное, больше таких видео, именно жизненных, на канале. Ну, будет и то, и то. Понтик. Серьезная девочка, которая хочет тоже подключиться. Напишите, кстати, что вам больше нравится смотреть. Жизненные влоги, влоги просто либо мотивацию, либо готовку. Вот мне будет интересно. Расскажите, что вам больше нравится? Пока мы гуляли, я носила Соньку в слинге, она заснула. Какая прелесть, дитё спит на свежем воздухе, да? Это не в квартире сидеть. Вообще, красота. Не видно, там солнышко не видно. Певица наша. Мы дома. Я готовлю сырники. У меня немножко есть творога. Где-то грамм 200-300, наверное. Сейчас я хочу быстренько приготовить сырники. На ужин Димке перекусил. И спарки. Какие-то выходные получились. Чересчур какие-то насыщенные. Я только не снимала. Там у меня видео. Как-то не было времени снимать. Всегда такие видео выходного дня получаются не особо насыщенные. Вот мы катались, куда-то ездили, то по работе, то туда, то сюда. Съездили к родителям в гости. Посидели у них, погуляли. Там немножко я вам поснимала. Погода, конечно, вообще прекрасная, чудесная. Сейчас я быстренько готовлю перекус. А завтра нужно будет кушать что-то готовое, потому что лагман. Расскажите, вы готовили лагман по моему рецепту? Мы у этого доели. Завтра надо будет какой-то или супчик варить куриный, может быть. Посмотрю, или борщ. Надо будет что-то. Что-то надо будет готовить. Сейчас быстро сырнички. Чай попьем. И вперед. Рабочая неделя. Я, если честно, на выходных устаю больше, чем в будние дни. Единственное, что София не хочет сидеть в стульчике. И, конечно, вся моя работа... Не могу я ни готовить нормально, ни снимать нормально, ни убирать нормально. Потому что, нахожек я ее носила на ручках. Сами понимаете, что это никакой работы нет. Сейчас я вам покажу. Вот я готовлю сырники. Я вам уже показывала, как я их готовлю. Но, кто не знает, я вижу еще раз. Замесила тесто. У меня где-то 300 грамм творога, одно яйцо, где-то полторы ложки сахара, щепотка разрыхлителя и где-то 3 ложки муки. Все это дело, смотрите, я на коврик. Можно будет еще немножко муки. Сейчас еще немножко муки добавлю. Чуть-чуть, чтобы катать было удобней. И вот с этой колбаски, получается, я катаю такую колбаску. У меня совсем чуть-чуть получится сырников. Дуквально, может, сегодня на ужин, Димке, и завтра на завтрак. А на утро, кстати, на завтрак я делаю ленивые вареники. Но я бы вам не снимала. А, вот я буду еще. Берите, конечно. Вот такая колбаска получается. Спасибо. Сюда возьму вот это, на. А ну, могу маленькую. Да вот она маленькая. Что там, Соняка? Все хорошо? Я же тебе сказал, что она кислая. Вот это возьми, все. Все. И потом такие, как вы любите, побольше, поменьше. Можно их побольше сделать, поменьше. И все. Видите, они у вас получаются ровненькие, аккуратненькие. Сырнички. Ничего к рукам не липнет. В удовольствие их лепить. Так что... Кто-то мне из девочек писал, что хорошая идея, что показала. Так что, девочки, все готовы. Всем приятного аппетита. Вот такая первая партия у меня пожарилась. Сейчас жарю вторую партию. Такие красивые получаются. В принципе, ровненькие. Самое главное, очень вкусные. Ну что, ребята, буду с вами прощаться. Дожариваю я свои сырники. Скоро будем где-то купать, укладывать спать. Выходные прошли. Завтрашнего дня начинаем в прежнем режиме. Так что, всем приятного просмотра. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчики вверх, не забывайте. И всем до завтра. Всем пока-пока.